Мы благодарны Господу за то, что Господь позволяет нам прийти сюда для того, чтобы поклониться Ему, помолиться Ему. Сегодня у нас такое, в среду, служение молитвенное. Будем молиться, будем Господу взывать, будем просить Его милости, Его благословений. Сообщили сегодня после обеда, что семья Селюковых добралась нормально, в целости и сохранности уже на месте. Так что, можем поблагодарить Господа. Мы просили, чтобы Господь хранил их пути, благословил. Они там, в Африке, будут нести служение, поэтому вот такое миссионерское служение в Африке. Долгое время они там будут. Так что, будем продолжать молиться о них и благодарить Господа за то, что Он хранил их. С нами сегодня также будет участвовать в служении семья брата Сергея Кирнева. Вот они будут и свидетельство иметь, и пение будут иметь. Так что, будем молиться о их, о их служении, о том, чтобы Господь благословлял их. Также будем молиться о наших нуждах, о наших братьях и сестрах, кто болеет особенно. Будем вспоминать о них. Так что, будем молиться, будем к Господу обращаться об этом. А сейчас давайте поблагодарим Его и попросим благословения на это служение. Господь наш, Ты чудный и дивный Бог. Мы благодарим Тебя, наш Царь, наш Спаситель, наш Творец, что Ты, великий Бог, Создатель всего мира, стал настолько близок к нам, к Твоему творению, что из-за любви Твоей Ты отдал Сына Своего. И через это Ты предложил нам войти в Твою семью. Мы стали частью Твоей семьи, и за это благодарим Тебя. Мы стали частью Твоей семьи, породнились с Тобой через жертву Иисуса Христа. И мы также породнились друг с другом. Потому что все мы, имея Тебя, Отца Небесного, стали братьями и сестрами друг к другу. В этом великое благословение, в этом великая честь. И мы благодарим Тебя за это, Господи. Это все не наша заслуга, это Твоя милость, это Твоя благодать. Мы благодарим Тебя, славим Тебя, поклоняемся Тебе. Просим Тебя, благослови это служение. Благослови братьев передачи Слова. Благослови нас внимать в Слово, которое они будут передавать из Библии, живого Твоего Слова. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил и раскрыл наши сердца, чтобы мы были готовы внимать Твоим словам. Мы просим Тебя, чтобы Ты помог нам быть не только слушателями, но и исполнителями Слова Твоего. Мы благодарим Тебя за то, что Ты слышишь молитвы народа Твоего. Мы молились Тебе за семью Селяковых, чтобы Ты хранил их пути. И вот они уже прибыли на то место служения в Южной Африке, где они будут его совершать. Мы просим Тебя, благослови Тебя, Господи. Благодарим Тебя за то, что Ты был с ними, благословлял, хранил. Просим Тебя, дальше благослови их. Благослови всех братьев и сестер, которые не могут быть сегодня с нами, кто болен, кто переживает, кто страдает по плоти, Господи. Просим Тебя, благослови. Всех, кто имеет душевные и духовные переживания, также придаем в Твои руки и просим милости Твоей на каждого. Благослови нас, Господи, хотим поклониться и прославить Тебя. Будь с нами, благослови нас. За все будь прославлен и возвеличен Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Давайте споем в это особенное молитвенное служение, споем псалом, который как раз говорит о молитве. Псалом 23. Научи меня, Боже, молиться. Учиться молиться никогда не поздно, никогда не рано. Пусть Бог поможет нам, чтобы всю жизнь мы учились молиться больше, лучше, прилежнее. Да благословит нас Бог. Пожалуйста. Научи меня, Боже, молиться, Твой священный закон соблюдай. Научи гордым сердцем смириться Твою волю во всем исполняй. Твою волю во всем исполняй. Чтобы жил Твою волю во всем исполняй. Чтобы жил Твою во мне безраздельно. И лишь имя Твою во всем исполняй. И лишь имя Твою во всем исполняй. Чтобы мы драгоценную кровью, чистым в сердце свое я храним. Ты святой бескорыстной любовью, всей душой своих ближних люби. Всей душой своих ближних люби. Приветствую, дорогая церковь. Занимайте места. Господь через слово свое хотел бы сегодня вместе со всеми нами поделиться мыслями, которые записал мне когда автор Евангелия евреям или послание евреям. Я хотел бы прочитать всего лишь один стих. И вот это слово этого стиха будет как бы нашим размышлением или напоминанием для нас. Автор говорит такие слова. 35 стих. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Знаете, маленький стих, но говорит о чем-то великом. Неужели упование можно оставить? Но стих говорит в такой форме, в форме предостережения, что действительно, да, упование можно оставить. И вы знаете, о уповании можно сказать как бы в таких двух наклонениях. Что за упование? Может быть, так, с пренебрежением, да. Ну, а что у тебя за упование было? Или с удивлением и с восхищением. А что за упование? Мне тоже хочется его. Вы знаете, вот давайте посмотрим вот с таких, как бы, двух, в двух направлениях. Вот об уповании. Упование, которое все-таки очень важно. Потому что, как мы прочитали, что будет великое воздаяние тем людям, которые сохранят его. И вы знаете, читая историю из Ветхого Завета, может быть, всем нам знакомую, это четвертая книга царств. Историю царя Езекии. Кто помнит, очень молодой царь. Царь, который сделал очень много для духовного возрождения в своей стране, можно так сказать. Царь, который, как бы, постарался или приложил очень много усилий для того, чтобы народ весь обратно направить к Богу, к служению. И вы знаете, читая очень такое удивительное или хорошее начало этого царя, в конце есть история, которая случилась с этим царем. И вот эта история как-то касается, не как-то, а непосредственно касается вот упования царя. Царь говорил много о Боге, царь делал много народу для того, чтобы народ обратился к Богу. И когда царю нужно было какое-то сделать действие для того, чтобы утвердить вот это. Вы помните, что до этого, если, например, 14 главы и 13, 12, мы читаем, что Саргон, царь ассирийский, он был сильным царем, имел крепкую армию. И его армия могла овладеть десятью коленами Израиля. И знаете, весь народ был переселен, очень много горя было у людей в то время из-за этого. Он поработил всех этих царей. И вы знаете, приходит после него ассирийский царь Сенехарим. И когда Сенехарим подходит в Иудеи, царствует Изекия, молодой царь. И он посылает своих слуг или глашатой к этому царю, для того, чтобы, может, как-то свысока говорить с ними. Вы знаете, и оно до этого, он берет город Лохис. Это один из городов, который был укрепленный город. И вы знаете, вот этот город, он имел, как бы, такое, как бы, значение для, именно для Иудеи, для царя Изекии. И знаете, Изекии, как будто это, ну, была какая-то определенная военная база, вот на этом рубеже, ближайшем рубеже, откуда мог идти вот этот ассирийский царь. Вы знаете, эта история, кажется, сначала такой, ну, политической и простой историей, но если мы вдумаемся глубоко, мы увидим смысл этой истории, может быть, где-то туда уже, в 18 и в 19 главе. Что за упование? Четвертое царствие, я прочитаю только два стиха с 18 главы, 19 и 20 стихи, посланный Синихеримом для переговоров с Изекией Рапсак. Говорит придворным людям Езекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь. Ты говорил только пустые слова. Для войны нужны совет и сила. Ныне же на кого ты уповаешь? Что отложится от меня? Отложится от меня. Вы видите, ну, может быть, такие высокомерные слова слуги царя ассирийского. Другими словами он говорит, ты посмотри то, что наш царь или царь перед этим, или наше войско сделало с десятью коленами там. А ты здесь, Иуда, и говори, что у тебя какое-то упование есть. Другими словами, ну, придет определенное время, и мы проверим твое упование. И знаете, Езекия был в таком положении, где ему нужно было что-то делать, потому что на него смотрел народ. Вы знаете, очень часто мы, христиане, также попадаем в такие ситуации жизни, где на нас смотрят люди, что мы будем делать. Потому что они знают, кем мы являемся. Они знают, как мы говорим, или говорим мы о себе, что мы являемся вот христианами. И они дальше смотрят, что же эти люди будут делать. И вы знаете, что Бог очень часто допускает нас, христиан, так же, как Он допустил Иезекию, попадать в такие обстоятельства. И вы знаете, для чего? Первое, это для того, чтобы испытать, а другое, для того, чтобы показать, или еще раз нам доказать то, что Его могущество и Его сила превыше всего. И вы знаете, вот эти же, эти же два, эти две ситуации Он хотел так же показать и Иудеи, и царю ихнему, и Иезекии. Знаете, Он же понимает, что Иезекия с этими реформами, которыми Он сделал, очень много говорил, и очень много Он израильского народа сказал, что упование наше должно быть только на Бога. И вы знаете, вот когда мы попадаем вот в такие положения, или являемся уже в таком положении, Иаков говорит о таком, такие слова, с великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Туда задается вопрос, как радоваться? Тут войско стоит, которое разгромило и много народа увело в плен, а Слово Божье говорит радовать. Слово Божье говорит, что уповай, и будет большое воздаяние. Но вы знаете, что, как эта история развивается, 5 и 6 стих немножко говорят, что было перед этим. Именно рассказывает нам о Иезекии. То, что он доказал свою веру в Бога тем, что разрушил высоты, на которых народ молился и служил идолам. На Господа Бога Израиля уповал он и прилепился он к Богу, и не отступал от Него, и соблюдал заповеди Его, какие заповедовал Господь Моисею. Так описывает Его автор, так говорит о Нем Писание. И вы знаете, что дальше, если мы посмотрим, и послал Иезекия царь Иудейский к царю ассирийскому в Лохис сказать, виновен я, говорит он, отойди от меня, что наложишь на меня, я внесу. Вот 18 глава, 14 стих. И мы видим, что вот этот человек, вот этот царь, который, может, так был близко к Богу, идет на какой-то компромисс, не совсем понятный. Вы знаете, и другими словами он говорит царю ассирийскому, назови цену, я хочу от тебя откупиться. И вы знаете, здесь мы уже видим, что где-то все-таки вот эта угроза царя ассирийского сделала свою работу. Знаете, другими словами, моральный дух. Иногда говорят, что противника нужно как бы германализовать сначала тем, чтобы как-то его не победить сразу, но как-то угнетать информацией. Это сейчас, в нынешнее время, называется информационная война. И мы видим, вот перед тем, как наступит развязка вот этих настоящих действий, идет действительно какая-то информационная война. Послы одного царя и другого царя приносят эту информацию, которая как-то, может быть, давит на царя. И очень часто в нашей жизни действительно вот эта информация этого века, она давит на христианина. Знаете, есть люди, которые более устойчивы, стержень которых боли в Слове Божьем, они более устойчивы, но есть люди, которые эта информация, как говорят, выбивает из колеи. И они начинают, может, на короткое время как-то вести себя, как будто они не знают, что делать. И они пытаются, знаете, как будто нас ставят в такое обстоятельство, когда мы идем в ущелье, отвесная скала, отвесная скала, впереди Черное море, а сзади египетское войско на колесницах. Все, тупик. Вы знаете, где-то Изекия уже близко вот к этому состоянию. Он видит, что тупик. Единственное, что ему нужно, это откупиться. Скала, скала, море только откупится от войска, которое его догоняет, которое вот-вот поразит его. И он соглашается, он идет на компромисс. Он соглашается свою свободу купить за деньги. Вы знаете, и вот это упование в этот момент, оно уходит на второй план у Изекии. И когда мы задумаемся об этом, мы видим здесь, может быть, ошибку Изекии, но в первую очередь я вижу большой урок для себя. То, что грех и сатана, он никогда не остановится. Посмотрите, что дальше. Как только Изекия пытается откупиться, он идет в храм, видит недостаточно денег. Храм, который он сам восстанавливал. Он начинает снимать золото, которым он сам обделывал ворота храма, колонны храма, если мы читаем 14 стих, 18 главы и дальше. Он начинает это все снимать для того, чтобы, можно сказать, забирать от Бога, для того, чтобы откупиться от царя Ассирийского. И если мы посмотрим дальше, да, он передает это золото. Сумма была названа царем Ассирийским немаленькая, она была названа большой. И он собирает это все, он отдает. Но мы видим, что как только получает Ассирийский царь это золото, он опять посылает, или он говорит, уже даже при тех людях, которые принесли золото, он говорит так, с насмешкой и свысока. Да, то, что вы думали, что на этом как бы я остановлюсь, или что вот это золото вас спасет, или вы смогли, он смог бы иметь мир в Иудее и в сердце самого царя. Но мы видим, что нет, не так. Иногда люди идут на компромисс, который приводит их к большим разочарованиям и к большим потерям, о которых они даже не думали, когда они начинали этот путь. Но вы знаете, самое главное, что когда Изекия становится в такое положение, что царь Ассирийский, можно сказать, обманул его, он все равно не остановится. Единственный выход, который он для себя решает, это обращаться обратно к Богу. И вы знаете, и здесь, мне кажется, самое правильное решение, или вот эта история показывает, что действительно Изекия делает самое правильное решение, потому что он обратно возвращается к тому, с чего он начинал купованию живому на Бога, которому он так много уделил внимания и времени и говорил об этом своему народу. И вот этот выход через молитву, которую мы видим, через сокрушение, то, что мы видим и то, что мы читали в Евреям, 10 главе, что за упование, на которое ты уповаешь. Иногда говорит так, знаете, наш враг. А мы знаем, кто наш враг. Это дьявол. Он говорит, что это за упование, лучше сдайся. Но знаете, мы слышим иногда другой голос. Голос Духа Святого, который говорит, а Бог говорит, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. И знаете, здесь уже я, как христианин, должен сделать определенный выбор, какое упование ближе ко мне. Мы видим ошибку Изекий, который пытался переключиться с одного упования на другой. Осознав пагубность того упования, он быстро возвращается. Я думаю, что эта история должна очень много говорить каждому христианину, что не трать силы зря на упование, которое все равно принесет тебе горе и боль. Лучше сразу или стой в том уповании, в конце которого ты действительно будешь иметь великое воздаяние. Братья и сестры, мы видим, что Иисус Христос, будучи здесь на земле, Иисус Христос, когда ему сатана предлагал компромисс, что он ему сказал, когда, будучи искушаем Иисус Христос, он сказал словом единым. Знаете, на все компромиссы и угрозы или в адрес моего и твоего упования у нас есть Слово Божье. Это тоже оружие, которое помогло Иисусу Христу. Это тоже оружие, которое упование на Слово Божье и на Бога помогло Иезекии, в конце концов. Вы знаете, меня поразило. Я пытался потом найти, я не знаю, кто из людей видел количество людей, такое, как написано, когда за одну ночь, когда, если всю эту историю мы почитаем, почитайте дома, очень интересно. 185 тысяч людей. Я никогда не видел столько количества людей в одном месте. А я представляю, что это не вся армия, я представляю, что их там еще больше было. Знаете, при виде такого большого множества, сейчас мы говорим о Иезекии, но мы не знаем, как бы мы себя повели. Ну, я так посмотрел, иногда люди собираются на площадях, на стадионах. Я нашел самый большой в мире стадион, который вмещает, ну, 88 тысяч человек. А вот эта история говорит, что когда все-таки Иезекия в молитве уповал на Бога, молился, ангел Господень погубил за одну ночь 185 тысяч из войска ассирийского. И здесь он показывает, что Иезекия, что лучше делать, или он говорит сегодня мне, дорогой христианин, что лучше делать? Уповать на Бога или собрать все свои войска, эти воеватели, собраться силами или пытаться откупиться. Вы знаете, три абшера. Но мы видим, к чему каждый из них приводит. Я хотел бы, чтобы мы сегодня молились и благодарили Бога за то, что у нас действительно есть упование на того Бога, который не обманывает. Упование на того Бога, который сдерживает свое слово. И упование на того Бога, который, зная наши немощи и слабости, не перестает нас любить и заботиться о нас. Слава Ему. Аминь. Слава Ему. Аминь. 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 Продолжение следует... 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 Аминь. Отец Небесный, благодарность Тебе за Твою заботу и любовь. За то, что, Господи, Ты укрепляешь мое упование. Господи, Ты его держишь в своей руке. Я благодарю, что Ты являешься моим упованием, Господи. И несмотря на то, что будет со мной, Господи, помоги, чтобы оно не менялось. Господи, от этого зависит то воздаяние, которое Ты приготовил для каждого в то время, когда Ты придешь. Господи, Церковь наша уповает только на Тебя. И мы знаем, Господи, что в этом уповании мы никогда не будем постержены, Господи. Мы верим, что Ты живой Бог, который заботишься и в руке Которого все на этой земле. Господи, помоги нам переносить те испытания, Господи, не идя на компромисс с грехом. Господи, помоги нам в жизни нашей не уступать, не идти на компромисс ни с чем для того, чтобы, Господи, упование наше осталось в Тебе. Я благодарен Тебе за эти слова, которые Ты проговорил к моему сердцу, Господи. Помоги, чтобы эти напоминания, они как-то взбодряли наш дух для того, чтобы, Господи, мы могли жизнью своей служить Тебе. Будь прославлен в этом служении. Бог Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Пусть поможет нам Бог всем уповать на Господа, надеяться, верить в Него. Сейчас у нас есть гости, семья Кирневых, они будут петь, говорить, поэтому, пожалуйста, ваше время. Пожалуйста. Приветствую, возлюбленные Господом, я мытые при чистой крови Иисуса Христа, братья и сестры, мир Божий вам. Мне очень приятно, что Господь дал возможность быть сегодня среди вас. Однажды, это недавно, когда мы находились в Ливане, из Кира через Сидон ехали в Бейрут. Там было служение. И прямо перед нашим выездом сообщили, что смертник взорвался, убил четырех человек и более двадцати раненых. Дело в том, что именно по этой дороге мы должны были проезжать. И мы проехали. Но несколько часов позже. Мы увидели всю эту картину, то, что произошло. Но возблагодарили Бога, что Бог помиловал нас. Мне было приятно, братья и сестры, когда дошло до нас, что также и ваша церковь, и братья, и сестры молились и не забывали нас в нашем служении. По таковым молитвам и Бог хранил, и миловал нас, и мы сейчас можем стоять перед вами и свидетельствовать. Пожалуйста. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Вам? Мы не будем останавливаться и изучать эти карты. Но указано в процентном отношении. Сегодня 7 миллиардов людей на планете. И 7 миллиардов в процентном отношении здесь указано, сколько знают о Христе, а сколько мало знают и вообще не знают. И очень очевидно и отчётливо эта карта о религии мира. Вы посмотрите, это синий столбец христианства сегодня составляет 33%, более 70% это люди, не знающие Господа. Сегодня ислам 22%, он очень активизируется и экспансия ислама распространяется в Европе даже незаметным глазом, да и везде, я думаю, что это заметно. Также буддизм, другие религии 11%, индуизм 14%, нерелигиозные 14%. Обратите внимание, ответственность церкви 70%. Сегодня люди не знают о Господе и ждут, кто им понесет благую весть. Ежегодный рост религий, мы видим здесь в столбцах указано красный столбец, это 1,9% годового роста ислама. Мы видим, как он быстро поднимается и опережает всех других, можно сказать, конфессий. Это об исламистах я бы хотел подчеркнуть, что здесь около более 1 миллиарда людей на планете исповедуют ислам и он очень быстро и интенсивно распространяется. Мы видим на примере сегодня Ирака и Сирии, то что сегодня мечтают создать единый халифат и каждый мусульманин мечтает, чтобы это был халифат всего мира. Это только ислам должен господствовать. Но также мы видим на этом столбце ежегодный рост религий, то протестантство сегодня среди других религий внутри, то есть остальных религий растет больше всех. Это 2,8%. Это очень хорошо и это говорит о том, что сегодня есть живая церковь, дети Божии, живое Слово Божие, то что действует и Слово Божие распространяется. Сегодня существует четыре причины для миссионерской церкви или миссионерства. Это физические трудности, ограниченная свобода для миссионерской работы, опасность для жизни и нехватка ресурсов. Сегодня на одного миллиона мусульман только три миссионера. Почему так мало, я думаю, что без слов это понятно. Недавно брат из Германии отправил две сестры, они поехали в одну из стран в Африке. Их сразу же через несколько дней, две молодые сестрички, им около 18 до 20 лет, около было где-то вот так, оба им, одно или другое. Их похитили сразу и через несколько недель их нашли расстрелянными, их хоронили в Германии. И казалось, что больше никто не поедет туда, но Господь открыл двери и побудил еще многих молодых душ поехали в этой республике нести благую весть. Я бы хотел подметить на следующей, пожалуйста, картине. Это красные точки, это говорит о том, что менее 2% населения живет на этих территориях. Особенно посмотрите, это Ближний Восток покраснел, вот это Сирия. И также желтое пятно, это Малая Азия, а юго-восточная часть, это Турция. Здесь сегодня свидетельствуют, что миллионы проживают в городах и селах на этих территориях, это юго-восточная часть, граничит с Ираком и Сирией. Нет ни одной церкви в этих регионах, ни одной церкви. И эти люди ждут, кто им понесет благую весть. Мы говорили о прошлом году, если кто-то слышал о нашем служении, когда мы прибыли в Ливан, то мы утром прибыли, то есть ночью прибыли в 3 часа. Нас утром встретили, брат Мухаммед, он помолчал немного, а после говорит, ну смелые вы люди, если бы пришли чуть раньше, мы бы не могли вас встретить, потому что на улицах Седона шли бои. 60 человек было убито и около 100 ранено, и через час мы оказались в Седоне, увидели эту картину, это сожженные дома, разбитые машины, и не верилось, что умирали люди на этом месте. На верхней фотографии это брат Мухаммед, где мы совершаем служение, это пастор Тирской церкви. Именно о нем сегодня как бы и будет свидетельство, где мы проводили служение по Ливану. Особо хотел бы подчеркнуть, что сегодня идет война в Сирии. На территории Ливана находятся 2 миллиона беженцев, в южной части Турции 600 тысяч, а в северной части Иордании 1 миллион 300. Это устаревшие данные. Мы обратили внимание, что очень много мусульман заполняют аудитории. Весенние служения, зимние, январские служения, за 8 дней были проведены 19 евангелиционных служений, апрельские служения, которые прошли по всей стране, начиная Тира, Седона и заканчивая Триполи. Мы видим, что люди, независимо какой день, это понедельник, либо воскресенье, заполнены аудиторией, приходят слушать Слово Божие. Но боль у меня удивила, когда закончилось служение, в одном из служений, где целая очередь образовалось женщин и сирийских беженцев, мусульманок. Каждая ждала свою очередь и просили, чтобы о них совершили молитву. Мы делали это во имя Иисуса Христа. И свидетельствовали, насколько вы имеете веру в Иисуса, настолько вы получите ответ. Я бы хотел сказать об этой семье. Ихний отец находился рядом, он не мог войти в кадр. Дело в том, что мы находились на конспиративной квартире. Братья его прячут, потому что с Тира ищут его убить. Не потому, что он был вчерашним мусульманин, но он был шейхом и имамом. Однажды, когда шло служение в Тире, он подошел и просит, чтобы брат Мухаммед вышел на улицу. Он говорит, я не хотел вообще с ним разговаривать. Опять пришел с угрозами, с давлением. Я не хотел с ним встретиться, но пришлось это сделать. Когда я вышел, он свидетельствует, я хочу с тобою побеседовать. И когда эта встреча состоялась, он говорит, у меня проблема с Кораном. Чем больше читаю я Евангелие, тем меньше понимаю Коран. Слава Богу, братья и сестры, он стал нашим братом. Но с этого момента жена отреклась от него, когда он стал нашим братом. Она по закону ислама не имеет права жить с ним. Отвернулись от него все близкие. А после началось покушение на его жизнь. И вот в этой маленькой комнате, где брат Мухаммед, этот бывший наш имам и наш брат стоят перед нами. И я думаю, ну что же может заставить этих людей отречься от всего, остаться ни с чем, но с истиной. Это только Бог, это только Дух Святой может совершать эту работу, и Он ее совершает. Я бы хотел подчеркнуть в следующей фотографии, что Господь открыл дверь и совершает служение среди сирийских беженцев. Братья и сестры, миллионы живут в таких условиях. Нет времени перечислять и говорить, как эти люди живут. Но по нашим меркам и понятиям это невозможно жить. Казалось, это невозможно, нет никаких условий. Но эти люди открыты для принятия Слова Божия. Где были возможности в семьях совершать молитву над детьми, совершать среди сирийских беженцев эти служения. И раздавали мы Евангелие с детскими Библиями. Также Господь открыл дверь и совершает служение там, где теоретически невозможно. Это в учебных заведениях. Где более 90% это мусульмане, шаиты. Мы имели возможность совершать служение и возвещать о могуществе нашего Бога. Я подчеркиваю, нашего Бога. И эти люди, может, сами до конца не осознавали, что они делали. Но двери открыты. И мы понимали, что там, где Бог открывает двери, никто не может их закрыть. Служения проходили в городах Ифтирах и Иберуте. Среди школьников, пожалуйста, можете пролистать дальше. Среди школьников на нижней фотографии в этой школе нас не приняли, но не приняли наши подарки. Потому что увидели, что там есть в этих подарках детские Библии, то есть Евангелие. Они отказались. Пришлось нам их забирать обратно. Но служение мы проводили и не раз, и не два в некоторых школах, особенно, где были открыты двери. Я бы хотел сказать, братья и сестры, сегодня Господь открывает двери. Сегодня не проблема, кто придет слушать тебя. Но проблема в том, кто поедет или кто будет проповедовать. Двери открыты в школах среди старших классников, когда мусульмане и шииты в основном приглашали, чтобы мы им говорили и свидетельствовали о Боге. Еще раз я хочу подчеркнуть, теоретически это невозможно, но мы видим это свидетельство, что Бог открывает двери. Братья и сестры, поскольку времени ограничено, я бы хотел сказать, что видя эту жажду, видя сколько сегодня молодежи, сколько душ просто стетаются и открыты, мы приняли решение проводить служение и дальше. Также служение в Иордании. Я пару фотографий, можете пролистать, где в Иордании пришлось совершить служение в Имане, Амане. Это одна из престижных школ, где сам король Иордании не раз побывал и бывает в этой школе. Это очень много учеников. Мы имели возможность три служения проводить весной в этой школе и также в других местах по Иордании, в северной части Иордании и в Амане пришлось совершать служение. Сегодня два месяца, можно сказать, проходили служение в Тире. Основная наша цель – работать среди детей, распространять Слово Божие среди детей. От нашей церкви были посланы 12 человек, молодежи. И здесь, в Америке, мы делали призыв, были шестеро братьев из штата Вашингтон, присоединились к церкви, где проходили впервые детские лагеря. Хемпы организовывались среди сирийских детей. Более 800 детей имели возможность быть в этом лагере. Это сирийцы, это палестинцы, это курды и дети бедуинов. Может, родители сами, не осознавая это, где приводят своих детей или отпускают их. Основная наша цель – сеять Слово Божие. Братья и сестры, пришлось совершать служение в северной части Ливана среди сирийских и беженцев. Когда подходит одна девушка и говорит, я так счастлива, что в воскресенье я буду принимать крещение. Я рада даже то, что произошло это или происходит эта война в Сирии, потому что я здесь беженка. Но здесь я нашла Господа. Я буду принимать воскресенье крещение. Ей 20 лет. Я смотрю на нее и думаю, если узнают ее родители, близкие, убьют ее. В лучшем случае выгонят. Но несмотря на запреты, несмотря на эти проблемы, мы видим, когда сталкиваются с Словом Божиим, насколько Слово Божие живо, действенно и Бог совершает свою работу. Братья и сестры, мы не имеем ничего, кроме обетования Божьего, но мы имеем намерение и дальше совершать среди молодежи, среди детей это служение. И мы понимаем, что сейчас сея Слово Божие этим молодым душам, через время они станут взрослыми, и мы понимаем, что Бог сделает свою работу. Братья и сестры, нужны здесь молитвенники. То, что проповедуется, это Слово Божие. И мы понимаем, если оно урожается молитвами и слезами, то Бог будет давать всходы. Сегодня мы являемся теми свидетельствами, и основная наша цель – рассказать, призвать, чтобы подключились к молитве. Сегодня двери на Ближнем Востоке открыты. В Малой Азии двери открыты. Одно. Кто? Скажет я. Господи, пошли меня. Я понимаю, что на это нужно призвание. Я хотел бы, не всегда мы говорим на этих темах даже своей семьей, своими детьми. Когда нас провожает наша мама, то есть моя супруга, мы между собой не говорим на эту тему. Мы понимаем, что уезжая, все, может, не вернемся оттуда. Но каждый по-своему себя посвящает. Я даю ему право детям, чтобы каждый решал сам этот вопрос. И, братья и сестры, я хочу сказать, что я очень счастлив, что Господь доверяет, и есть эта возможность свидетельствовать об Его великом имени. Нет возможности или времени рассказывать о Турции, где, братья и сестры, двери открыты. Сегодня, буквально на днях, я говорил с пастором Турции, Стамбульской церкви, где мы совершаем служение. И он сообщает, что в южной части Турции, где Антиокия, где Анталия, уже разрешили на Рождество, на Новый год раздавать Евангелие. Есть разрешение. И опять же вопрос, кто будет раздавать эти Евангелие? И мы понимаем, что не всякий может поехать. И мы не призываем каждого ехать. Это нужно желание и, прежде всего, посвящение. И когда человек посвящает себя, Бог устраивает и Бог открывает двери. Я о Турции хотел бы засвидетельствовать еще пару моментов. Мы наметили служение в Стамбуле. Встретились с братом Джорджем в Чешиневском парке. И обсуждаем этот вопрос. Брат из Вул, конечно. Он говорит мне, ничего не будем делать, брат Сергей, без денег. Денег нет. А мы запланировали взять 10 тысяч Евангелий по одному доллару. И 2 тысячи нужно было для работников, которые поедут туда брать и раздавать эти Евангелия. Ничего не будем делать, он мне говорит, без денег. Я тоже так говорю, ну, это не значит, что у Господа это нет. Мы разошлись. Прошло где-то 4 дня. Звонит из Вирджинии, из церкви Харисенбурга, брат Петр Ткачук. Он говорит, брат Сергей, у нас в церкви подошел один брат. Он имеет желание 10 тысяч Евангелий закупить для Турции. Я говорю, брат, это ответ от Господа. Но ты с этим братом приедешь и вместе это сделаем. Они прилетели в Стамбул. Мы закупили эти Евангелия, возложили руки, молимся. После молитвы брат говорит, а еще где 2 тысячи мы найдем? Этот брат находится рядом, который закупил Евангелие. Говорит, братья, если надо еще 2 тысячи, я даю. Говорю, если Господь довел досюда, Бог позаботится и дальше. Поэтому сегодня проблема в том, чтобы Бог вел это дело. Господь благословлял. А когда Господь благословляет по молитвам Церкви Божьей, по молитвам детей Божьих, братья и сестры, Бог обо всем заботится. Бог ведет свое дело. И иногда, когда я помню момент, мы выезжали в Ирак и просто приступили некоторые, да и моя сестра родная говорит, я молюсь Богу, чтобы Бог поставил вам препятствие. Я говорю, если мы не поедем, вот не знаем почему, имеем вот такое влечение. Если мы не поедем, то Бог других пошлет, но дело Божие не останется, не сделано. Бог позаботится о своей работе. И важно, братья и сестры, чтобы мы были участниками в деле Божьем, а не свидетелями. Я бы хотел в заключении прочитать один стих апостола Павла, где говорит, будьте постоянно в молитве, бодруствуй в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз дверь для слова, возвещать дайну Христову. Братья и сестры, апостол Павел нуждался в этом, и мы нуждаемся в молитве. Я хотел засвидетельствовать, что через две недели уже братья из Ливана подготовили служение, 12 служениях в Египте и 6 служений в Арабских Эмиратах. Мы поедем впервые. Нам неведомо, что нас ждет, но мы будем с Божьей помощью. Мы нуждаемся в молитвах. Мы намерены проводить евангелизации в сентябре, то есть в октябре. Мы запланировали евангелизацию также и в декабре, и в январе будут в Ливане. Я бы также хотел сказать, братья и сестры, что мы говорили с братьями из Алянса, что впервые будет в январе месяце конференция, где будет встреча славянского братства с арабским братством, где будут братья из Пакистана, из Ирана, Афганистана, Ирака, Сирии, Ливана, Иордании. И также будет встреча со славянским братством. Мы нуждаемся, чтобы Господь устроил эту встречу. И есть о чем побеседовать с братьями. Мы услышим о тех событиях, то, что происходит сейчас в Ираке и Сирии. Мы также имеем намерение и подготавливаем сейчас программу. Даже славянские братья прошли этот путь, прошли гонения. Имеют и они о чем поделиться. Поэтому мы нуждаемся в ваших молитвах. Да благословит Господь. И благодарим вас, братья и сестры, дорогая церковь, что вы поддерживали и не забывали нас в молитвах. Амин. Амин. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 господи много еще не нанесено сохранить, прошу еще раз, семье, его семью, господи, твоих там детей, сохранить людей, благослови господи, благослови Израиль и благовестия, из других стран, господи, и прекради от боль, господи, в Украине, где, господи, бесчислены вот эти люди, когда школы убивают, стреляют по школам, детей, училей, господи, не будь преграды, господи, ты воздаешь по заслугам, вот ты все знаешь, ты видишь от чего это началось, Господи, без тебя ничего не скрыто, все ободревается в землю, и сильнее и могущество, и я благодарю, что мы дети твои, и мы любим тебя, замечаем Твои Святой Слово, и обещаем, благослови всех миров, которые проводят это дело, и мы будем в Вечной Евангелии, и отец, и Дух Святой. Аминь. Слово 2, В Слово Устов, в Венеже – Слышь, Господи. 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 Слыш, Господи. Братья и сестры, я думаю, что давайте мы сейчас поем общим пением Псалом 789 «Ты мой Бог святой». Слышь, Господи. Слышь, Господи. Иван будет проповедовать. Слышь, Господи. 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 И в церкви. Есть люди. Слышь, которые Господи. Слышь, 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 Господи. Смирение, оно учит, дорогие братья и сестры. Смирение, оно помогает человеку преодолевать препятствия, искушения, испытания, которые он встречает в жизни. Ну и за смирением мы дальше говорили о молитве. Ну, молитва иногда мы часто применяем или молимся Господу. В первую очередь, много у нас есть нужд, как в личной жизни, так же семейной и в церкви. Но в этот вечерний час давайте, братья и сестры, посмотрим на жажду нашего сердца. Чего жаждет сердце наше? Я думаю, что каждый из нас согласится с тем, что сердце жаждет смирения, сердце жаждет быть в общении с Господом. Я не знаю, поете вы такое пение здесь в церкви, но у нас поют это пение. Послушай, что скажет Бог из книги Дивной и Святой. Он скажет мир нашим сердцам. Вот что желает Господь сказать моему сердцу и вашему сердцу. Молитва – это дивная сила. И вот Самуил, он говорил еще в древности, в Ветхом Завете, он говорит, что я не допущу греха, чтобы перестать молиться. Я думаю, что каждый из нас уделяет, может быть, много, кто может быть меньше времени молитвы, но братья и сестры молятся. И это хорошо, это надо, это необходимо. Другое качество или необходимо, что нам пост. Я думаю, что каждый из нас с этим вопросом очень знаком, потому что церкви, они пребывают в посте, церкви молятся, церкви постятся, семьи пребывают в постах. Лично каждый, много, может быть, даже много постятся, братья и сестры. Но мы видим, что в жизни Иисуса Христа служение здесь на земле, оно началось после того момента, как Иисус Христос от реки Иордан. От крещения был введен духом в пустыню, и там он был искушаем, пребывая в посте. Это длительный период, братья и сестры, пребывая в посте, Иисус Христос, Он мог победить дьявола, который подходил к Нему. И первое, что Он предложил Ему, чтобы из камней сделать хлеб. Точно мог Иисус Христос сделать, но Иисус этого не сделал. Он сказал, что не словом одним будет жить, не хлебом одним будет жить человек, но словом Божьим. Вот мы живы сегодня лишь потому, что мы питаемся словом Божьим. Наши сердца, они питаются словом Божьим. И в этот вечерний час Господь говорит о том, что много было тех людей, которые постились. Илья, который был на этой горе Хариве, это тот человек, пророк Божий, который также практиковал пост. Мы знаем из Слова Божьего, что апостол Павел тоже много постился, он много говорил церквам, он много напоминал об этом. И Моисей тоже постился, и многие другие, о которых Слово Божье говорит. Если мы сегодня станем перечислять много времени, но мы будем молиться в этот вечерний час, и будем благодарить нашего Господа, что Господь еще раз говорит. Господь говорит, так говорит Господь Петру, так говорю тебе, Петр, так говорит мне сегодня Господь, так говорит тебе, так говорит всем нам. Поэтому будем молиться, будем просить, чтобы Господь помог нам в смирении пребывать перед нашим Господом, о котором мы читали, что небо престол, а земля под ножей ног моих. И когда Соломон окончил строение Дома Божья и свой дом, то Господь является ночью Соломону и говорит такие слова. Когда смириться, когда я заключу небо, и не будет дождя. Вот это Господь может делать. Он заключает небо и не дает дождя. Но дальше мы знаем, так Господь говорит, читаем, что «На когда смирится мой народ, и когда смирится мой народ, который именуется моим народом». Сколько, братья и сестры, сегодня вот именуются, именуемся народом Божьим, но может быть не жизни такова, какую желает видеть Господь. Поэтому пусть Господь поможет нам сегодня не только именоваться народом Божьим, но и быть, и быть. Пусть Господь благословит и укрепит нам, чтобы мы всегда вот искали, искали общение с Господом. В смирении, в молитвенном общении, в посте. И да благословит Господь и этих братьев, эту семью, которые сегодня совершают это служение. Пусть поможет нам Господь, чтобы мы не забывали наших молитвах, когда мы молимся, когда мы пребываем в посте, чтобы мы молились за миссионерские служения, чтобы Господь помог им пронести это благое семя жизни. И в тех местах, где сегодня люди дивнут в мире греха и зла, в этом пусть поможет нам Господь. Аминь. И мы помолимся еще, братья и сестры. Аминь. 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 Отец наш Небесный, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, приношу Тебе благодарность за то, что Ты в этот вечер помог нам еще быть в таком общении, Господь. Благодарю Тебя за Духа Святого, который привлек нас в сие место. Благодарим Тебе, Господь, за это живое слово, за хлеб для нашей души. Господь, помоги нам всегда искать Тебя, помоги нам, Господь, всегда смиряться, всегда молиться, Господь. И всегда, Господь, нуждаться в Твоей помощи, в силе Святого Духа. Господи, я благодарен Тебе за то, что Ты сегодня, еще раз побуждаясь в нашей Церковь, Господь, здесь, чтобы мы молились о этих братьях, сестрах, которые сегодня совершают этот труд миссионерский. В различных странах, Господь, всего земного шара, благослови, Господи, укрепы всех стопы благовествующих это благое слово. Помоги нам, Господи, любить Тебя, помоги нам стремиться к Тебе и быть готовым, Господь, чтобы исполнить Слово Твое Святое. Это великое поручение, которое Ты сегодня оставил для Церкви. Будь милостивным нам, слышь молитву во имя Иисуса Христа. Аминь. Занимайте, пожалуйста, Ваши места еще буквально несколько минут. Братья и сестры, вы обратили внимание на последний стих, насколько это сильная мысль, революционная мысль для Ветхого Завета. Бог обращает внимание на храм. Бог говорит, где вы построите дом для меня, где место покоя моего, все это здесь сделала рука моя, и говорит дальше она, кого я презрю на смиренного и сокрушенного духом. Вы знаете, в Ветхом Завете, в начале Скиния, потом храм имел просто колоссальное значение. Почему? Потому что это была резиденция, земная резиденция Бога. Сам Бог в Святом Святых, Ковчег Завета и над крышкой Ковчега конкретно написано в книге Исход, что я там буду говорить с тобой. То есть, Бог избрал вот это вот, можно даже вот так вот сказать, вот это маленькое место, небольшое место, где Он сказал, вот там именно конкретно особое место. Храм просто колоссальное значение для израильского народа имел. А тут Бог говорит через пророка Исаию, что в принципе храм не настолько важен, как важно сердце твое. Интересно, вы обратили внимание, насколько это новозаветняя мысль уже? Ведь в Новом Завете об этом говорится, ведь Иисус говорит, что сердце важно, что человек внутренний важен, что не только вот место поклонения где-то там далеко, а вот поклоняющийся Богу в духе и истине, не просто на этой горе или в Иерусалиме. Обратите внимание, чуть раньше, в книге пророка Исаия 57, 15, смотрите, как сильный стих такой. Ибо так говорит, высокий и превознесенный, и вечно живущий, и святое имя Его. Я живу на высоте небес, то есть на небесах, дальше, и во святилище, это понятно, в святом святых, да? А также, или и также, с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Братья и сестры, другими словами, легко сказать, Бог находится в храме. Почтить его один раз в год, может быть, даже как для израильского народа, три раза в год прийти на поклонение в Иерусалим, принести жертвы, и остальное время не чувствовать его рядом. Вы призваны к другому. Бог открывает здесь, что не столько важен для него храм и все остальное, сколько жизнь человека, измененное сердце человека. Иеремия, 31 глава, говорит о Новом Завете. Вот это сердце, вложу мой завет в сердце их, напишу на скрижалях сердца их мой завет, мои слова, мой закон. И тогда уже не будет нужды, чтобы они учили друг друга, потому что они уже будут научены, научены изнутри. Мы проповедуем, чтобы Иисусе Христе это исполнилось. Первый брат говорил о важности упования. Я хотел бы сказать, что тогда, когда наше сердце смирилось, тогда, когда наше сердце предано Господу, тогда мы можем уповать не просто на свои силы, не просто на свои заслуги, не просто на то, какие мы способны и какие мы сильны, но мы говорим, «Господь моя сила, на Него уповая, я верю в Него, и Он не постыдит, я на Него уповаю, и все могу в укрепляющем Меня Иисусе Христе, не просто в Своих силах, но в Нем, через Него». Пусть Господь поможет нам помнить эти слова, укрепляться в этом. Сейчас еще брат исполнит произведение, вот в заключении. После этого мы еще споем общим пением. Пожалуйста, брат. КОНЕЦ Среди многих знакомых И памятных мест Что невольно я взором встречаю Дом молитвы, где здание Где вовсе не крест А присутствие Божье вещает В этом доме звучит Иисус ухвала Люца сладостно, общее пенье За порогом оставив земные дела Преклоняют здесь люди колени Здесь разбитый грехом Может счастье найти Принимая от зла избавление И семью возрожденных Спасенных вольтин Навсегда получить утешенье Всем доступно войти И склониться пред Ним Богу раны свои открывая Получить разрешение вопросам своим Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мир наполнен грехом Потому я спешу Видеть дом и видеть светлые лица Здесь в общении с Христом Я покоем нахожу И в душе тихо радость струится А распятого скрежем Христе возвещать Дал Господь повеленье благое Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Всем доступно войти И склониться пред Ним Богу раны свои открывая Получить разрешение вопросам своим Проповедовать слово святое Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Слава Богу! Служить Господу в своих семьях, служить Господу на работе, служить Господу во всех обстоятельствах жизни. И вот тогда, когда мы будем идти на это служение, давайте пойдем бодрее, споем пение 691, мы бодрее на жизненном пути пойдем. И дальше там такие слова, если будем доверять Иисусу. Доверяешь ли ты Иисусу? Уповаешь ли ты на Иисуса? Веришь ли ты в Иисуса Христа? Если да, Он поможет тебе справиться со всем. Пусть Бог поможет каждому из нас, то служение, которое Он доверяет нам, нести для Него бодро, с радостью. Пожалуйста, брат Николай проведет. Давайте все встанем и споем. Мы бодрее на жизненном пути пойдем. Мы бодрее на жизненном пути пойдем, если будем доверять Иисусу. Силу Божию в работе мы найдем, если будем доверять Иисусу. Просветлеет путь тогда, радость будет навсегда, а не смутит враг никогда. Если будем доверять Иисусу, обещания Божьи станут нам ясней. Если будем доверять Иисусу, благодать наполнит сердце все полней. Просветлеет путь тогда, радость будет навсегда, а не смутит враг никогда. Если будем доверять Иисусу, волю Божию научимся творить. Если будем доверять Иисусу, просветлеет путь тогда, радость будет навсегда, а не смутит враг никогда. Если будем доверять Иисусу. Сейчас это сделать. Если нужно примириться с кем-то, тоже спешите мириться с людьми, если где-то есть какие-то проблемы или какие-то обиды. Но сейчас мы будем молиться перед молитвой. Может быть у кого-то есть приветы, пожалуйста, можно передать сейчас. С Кишинева благодарим. Вы тоже где будете, передавайте приветы от нашей церкви. Ну и может быть молитвенные нужды еще есть у кого-то, пожалуйста, можно сейчас тоже сказать. Мы слышали молитвенную нужду у семьи Кирневых, будем продолжать молиться за них. Хорошо, наше служение. Закончим молитвой. Господь, поклоняемся Тебе и славим Тебя, потому что нет другого Бога, как Ты. Нет никого, как Ты, Господь. И мы благодарим Тебя, что Ты открылся нам. Мы знаем Тебя. Господи, и несмотря на то, что мы сделали выбор поверить в Тебя, нашего Господа и Спасителя, в принципе, в этом нет большой нашей заслуги, потому что Ты взыскал. Ты подошел. Ты протянул свою руку. Ты сделал все для нашего спасения. От нас осталось самое малое принять Твое предложение. И мы благодарим Тебя. Мы так счастливы, что мы это сделали. Мы молим Тебя о том, чтобы Ты помог нам быть верными Тебе. Чтобы Ты помог нам твердо хранить это упование, которое есть в наших сердцах, которое мы получили с того момента, как мы уверовали в Тебя. Помоги, Господи, полагаться на Тебя и ни на что другое, ни класть свое упование, ни полагать надежды ни на что другое, Господи. Но только на Тебя надеяться, на Господа нашего Спасителя, чтобы не было никакого идолопоклонства в нашем сердце, Господи. Чтобы не было ничего другого, но только Ты один управлял нами, Ты один повелевал нами. Помоги нам в этом, Боже. Благослови нас, Церковь Твою. Помоги любить Тебя, прилепляться к Тебе еще больше, принадлежать Тебе, сокрушаться перед Тобой, смиряться перед Тобой, потому что Ты гордым противишься, смиренным даешь благодать. Помоги нам в этом, Боже. Благослови всю Церковь нашу, всех братьев и сестер, всех, кто проходит через какие-то трудности, всех больных наших, Ты знаешь, Господи. Мы молим Тебя за них, мы просим Тебя Твоей помощи и благодати для них, чтобы в одиночестве, в болях, переживаниях, они помнили, что Ты рядом. Благослови, укрепи, пошли исцеление. А тем, кого Ты готовишь к переходу в вечность, помоги до конца сохранить веру и упование на Тебя. Молим Тебя благословить тружеников Твоих по всему лицу земли. Молим Тебя еще раз и еще раз за семью Кирневых. Просим благослови их. Вдохнови их, благослови. Помоги во всем, Господи. Благослови нас всех, помоги любить Тебя, принадлежать Тебе там, где мы будем, быть добрыми свидетелями Твоими, чтобы Слово о Тебе распространялось нами всюду. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общения Святого Духа да пребудет с нами вечно. Аминь. С миром Господним! Братья и сестры, подойдите к этой семье, поприветствуйте их и вдохновите их. Так что пусть Бог благословит нас всех. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok